Мошенники нашли новый способ обманывать владельцев банковских карт. Злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Если раньше они просили сообщить номер карты, то теперь рассказывают, что якобы в другом регионе заметили подозрительную транзакцию. Чтобы предотвратить снятие денег, владельцу карты предлагают ввести определенную комбинацию цифр. Граждане владельцы данной карты, ничего не подозревая, думают, что обезопасивают себя от совершения в отношении преступного деяния, хищения денежных средств банковской карты, вводят определенную комбинацию цифр, которые называют им мошенники, тем самым дают мошенникам доступ на отдаленном расстоянии по лицу с их картой. СМС на номер владельца счета перестают приходить, и только пытаясь снять средства в банкомате, он понимает, что денег нет. Привлечь мошенников к ответственности сложно, поскольку жертвы добровольно называют комбинацию цифр. Заявление о таком способе мошенничества в нашем городе пока не поступало, но в России он набирает обороты. В Сарове пока используют известные схемы обмана. Граждане сообщают свои коды также мнимым сотрудникам службы безопасности финансово-бизнесных учреждений, которые, позвонив, представляются данными лицами, и с целью обезопасить их от каких-то либо махинаций их карт, просят сообщить номер их карты. Это делать запрещено, и никогда этого делать не нужно. Также саровчане продолжают жаловаться на обман через сайт Авито. Мошенники размещают объявление о продаже какого-то товара и просят предоплату. В итоге, отправив аванс или оплатив полную стоимость, покупатель не получает заказ. Если при общении с продавцом у вас возникают сомнения, от сделки лучше отказаться.